Сокровищ полно, но помни об одном... А ну, свечку положь, я всё вижу, я тут, снега! Приехавший, уходим! Мерзкие кобальды! Приветствую всех, сегодня мы продолжаем обзор самого киберспортивного дополнения в Hearthstone, а оно действительно суперрандомное, а то нам мало рандома... Ну ладно, седьмой обзор карт, когда они уже закончатся, господи Иисусе? Но Blizzard буквально вчера показали нам оставшиеся карты, и многие из них очень интересные. В этом обзоре у нас ещё старые карты, ну и чуть-чуть я затрону новых. Обзор будет уже не такой многословный, потому что я хочу сделать ещё такой некий общий стрим с разбором всех карт. Так что быстро смотрим, если карта интересная, то много говорим, если нет, то и нафиг. Новая легендарка на мага, Дракономант Аланна. За 9 маны 3-3 боевой клич призывает дракона 5-5 за каждое разыгранное вами в этом матче заклинание стоимостью 5 или больше. Очень крутая карта, которая своего рода такой энзот, но на мага. Только энзот работает на предсмертные хрипы, а тут на заклинания. Может показаться, что карта слабая из-за статов, но фишка в том, что она очень хорошо вписывается в колоду мага. Так как ты в любом случае будешь юзать флэмстрайки, близзарды, порталы, метеориты и так далее. То есть под карту не надо подстраиваться, ты её берёшь, и она хорошо синергирует со всеми твоими картами. Тебе не обязательно там весь стол забивать, сыграешь 3 дракона и уже хорошо. Карта, в общем, с очень большим потенциалом и, скорее всего, будет играть. Следующая карта на жреца. Зов сумерек за 3 маны призывает 1-1 копию двух ваших существ с предсмертным хрипом, погибших в этом матче. Очередная имба на жреца. Я уже даже не знаю, зачем так яро его бафать, ведь жрец и так сейчас нереально силён. И такая карта может вполне сместить розаку жреца ещё и в сторону какого-то энзота. Так как в игре есть парочка карт, которых воскресить будет очень приятно. Да и тот же биг жрец может добавить тебе, например, керна, просто больше там с предсмертным хрипом особо некого призвать. Разве что обсидиантовую статую. Но мне кажется, у карты больше шансов именно в розаку жреца, так как карта генерит просто нереальное value. Дальше у нас яро из дракона. Это эпик на мага. Показывает заклинание из вашей колоды. Наносит всем существам урон равной стоимости показанного заклинания. И вроде хорошо, но зачем нам надеяться на рандом? У мага и так есть сильные ауешки, которые работают всегда. Тут ты тоже можешь как нанести урон, но так же и нет. Плюс оно наносит урон так же нашим существам. Поэтому мне не нравится эта карта. Да, она выглядит неплохо на арене, но как лишний рандом в ладере, я не думаю. Просто будет сложно, например, жертвовать петроглифом или фразболтом, чтобы всегда иметь такое смутное ауе. Ну, я не уверен. Драконе, смотрите, за 9 маны 2-4 статы. 2-4! Что это за 9 маны? Ладно, там был бы эффект крутой. Так эффект вербует дракона, просто вытаскивает из вашей колоды дракона. Вы серьезно? Не, вы серьезно? Это просто максимально отвратительная карта. Даже если выстроить колоду, где будет один дракон, он просто тебе придет в руку до того, как ты сыграешь этого смотрителя. И все, 9 маны в никуда. Не, вот, конечно, для катки дня эта карта классная, но в целом ее, ну, вообще никуда не пристроишь. Слишком тяжелая, а эффект слишком галимый, чтобы даже заморачиваться и продолжать что-то придумывать. Одна из тех карт. О, прикольный эпик. А, это это говно. А вот следующая карта мне нравится. Это друидский голем железного дерева. За 4 маны провокация 3-6. Может атаковать, только если у вас 3 или больше брони. Своего рода это водяной элементаль или обжора. То есть это очень хорошее статовое существо. Да, оно не ходит, но оно таунт. И это делает его очень полезным. Как на арене, так и в ладере. Легко зайдет во всякие таун друиды, где ты заставишь столб, потом обилкой настакаешь броню, или просто за счет ДК это сделаешь, и на бафанную стенку отправишь ломать лицо. А вот пройти ее всякой агротой будет сложно. Еще одна сильная карта на друида. Близзард, остановитесь бафать то, что и так гнет ладр. Пожалуйста, займитесь другими классами. А, нет, они не остановятся, так как дальше у нас еще одно друидское заклинание. Страж дуба. За 4 маны вы получаете 6 брони и вербуете существо, которое стоит 4 или меньше. И тут даже пофиг на или меньше. Тут суть в том, что нам дают 6 хила за 4 маны и еще дроп какой-то. В итоге получается вполне темпово и вкусно. Так еще и 2 такие карты будут. Но дополнение, конечно, в целом просто супер рандомно. Это механика вербования, просто какая-то неконтролируемая дичь. Бен, я понимаю, что рандом это весело, но может хватит? А то же вены хочется резать, как смешно. Дальше легендарное оружие на разбойницу. За одну ману 1-3 по гибель королей. Предсмертный хрип замешивает это оружие в вашу колоду. Все усиляющие эффекты на нем сохраняются. Многим понравилась эта карта, но вот я че-то вообще не вижу ее применений. Да, есть корсары. Да, есть я. Да, есть еще я. Ты есть как бы хил, и все очень хорошо. Но пока ты найдешь это оружие. Потом пока ты сыграешь то, что его забафает. Потом тебе опять его искать в колоде. Это все как-то странно, и мне кажется лишним. Так-то оно недорогое, и его можно комбинить. Но комп-то как-то немного, поэтому мне кажется слабоватое оружие. Но может быть, я даже уверен, что это такой вброс в будущее. И скорее всего мы потом получим какие-то бафы на оружие роги, как например старое масло. Вот если бы оно было, то тогда да. А так как-то маловато опции, чтобы строить колоду вокруг этой пухи. Кристальный лев за 6 маны 5-5 божественный щит стоит на 1 ману меньше за каждого паладина рекрута под вашим контролем. Выглядит, честно скажу, очень люто. 5-5 с баблом, да еще и с шансом сыграть его дешевле. Это очень круто. Даже если у вас будет 1 рекрут, это уже за 5 маны 5-5 с баблом. Не знаю как в ладере, но на арене точно будет инстапиком, без вопросов. Да и в ладере можно что-то придумать. Но вот в вольном формате это точно будет имбой под гейпарадом. Впрочем, мне нравится карта, она не слишком имбовая, просто такая добротная карта. Но задница у меня и невэй будет гореть на арене от нее. Заточенная сабля. На воина за 2 маны 0-2 имеет атаку равную количеству вашей брони. Уууу, имба. А, подождите, не может атаковать героя. Ну блин. Еще один эпик. Вроде и прикольно то, что с армором связано. Спустя 3 года Близзард наконец-то решили добавить карты с энергией брони. И это здорово. Но оружие с двумя зарядами смотрится крайне посредственно. Да, его можно пробафать улучшением. Но даже это как-то не внушает. Даже тот же кровавый вой выглядит как-то лучше и увереннее. Ну может это первое впечатление. Просто нам добавили парочку карт для армора. И пока непонятно, как это будет работать или нет. Но заточенная сабля, мне кажется, все равно будет не очень. Еще один эпик это ко мне. Но уже на охотника. За 6 маны призывает случайного питомца или двух, если у вас в колоде нет существ. Мне одному интересно, что это за хан без существ. Я не знаю таких. Эти попытки Близзов сделать контроль ханта просто уже надоедают. Вместо того, чтобы дать нормальных лег, ханту они просто пихают в него неиграбельные леги и эпики. Даже если просто рассматривать, как призвать два питомца за 6, ну это что-то непонятное. Да, два хафера это 8 урона. Но еще раз, что это за хан без существ? Я не знаю. А вот дальше у нас поинтереснее карта. Это Шепчущий Элементаль. За 2 маны 1-1 боевой клич. Ваш следующий боевой клич срабатывает дважды на этом ходу. И тут на самом деле даже объяснять не нужно, что есть целая куча карт, которые можно прокрутить этим таким своего рода новым собственным браном для шамана. Невероятно крутая карта, которая подойдет многим архетипам и новым безумным экспериментам с Игорем. Жадный Дух. Это новая карта андроида с очень миленьким артом, но с дурацкими статами 3-1 за 3. Но это компенсируется тем, что вы получаете кристалл маны. И как противник стоит перед выбором, или законтролить 3 урона, или подарить кристалл. Поэтому карта вполне может играть и будет неплохим гостем на арене. А может и в ладере, почему бы и нет. Такого поставил в агродеку и убивать неприятно. А не убьешь, его забафают и получишь кучу урона. Такая довольно любопытная карта. А вот следующая карта была таким нежданчиком. Общий Демон за 3 маны 3-3. Шаблоночка, которая меняет местами атаку и здоровье всех других существ. Пока не вижу особого применения, кроме как закинуть его какому-то сайленс или баф-жрецу. Но эта карта будет таким новым алхимиком, которого мы будем часто видеть на арене. Обходной удар за 4 маны наносит 3 единицы урона и призывает 3-3 волка. На самом деле очень хорошее заклинание. Чем-то напоминает нефритовую молнию. Еще одно заклинание о ханту. И кто знает, может быть хант без существ сможет играть. Я, конечно, не верю, потому что каждое дополнение мы говорим про контроль ханта. И когда ему дают за 7 маны убийство двух существ, а жрецу за те же 7 убирает весь стол, то как-то не верится. Дальше у нас залоченная или позолоченная горгуля. За 3 маны 2-2 предсмертных риф вы кладете монетку. Стандартный дроп не особо понятно, зачем нам монетка, кроме как крутить лиру. Карта как-то не вяжется с жрецом. Хотелось бы видеть ее у Роги или у Паладина, чтобы проще было делать экзодию, например. Трок мрачноед за 5 маны провокация 1-5. Ну еще и с Яном. Хороший гость на арене, но не уверен, что будет играть в ладере, так как статы какие-то дурацкие. Напоминает ядоманта или даже брюхонога, такая чисто ареновская карта. Хотя благодаря таунту можно что-то придумать. Например, ядовитая клина версия 2-0. Дальше у нас единичка на друида, выбранное существо получает плюс 3 к здоровью, вы получаете 3 армора. Если понадобала карта, как жрецовское слово силы щит, то было бы очень круто. Тут как-то я не думаю, что будет популярна карта в ладере, так как для нее просто места не найдется в колодах. С другой стороны, можно взять в агродеку, на 4-й ход сразу пробафать какого-нибудь коварного птенца и уже неплохо. Но я думаю, что только на арене, тупо для разменов, не более. Рог де лар, за 7 маны новое легендарное оружие на охотника. Боевой клич, если в вашей колоде нет существ, заполняет вашу руку заклинаниями охотника. Статы 4-2 и, как по мне, это та еще шляпа. Нет, можно, конечно, собрать колоду без существ. И нам это показали на стриме, но что-то я не уверен, что она будет прям так нагибать. Вся проблема ханта, это то, что у него нет добора. И как бы вот эта пушка решает его. Но вторая огромнейшая проблема, это то, что у ханта нет адекватной зачистки стола. Они все какие-то кривые и хила нет. Что ты там что-то контролишь, но у тебя постоянно невыгодный этот контроль. Если ты за мага дал флэмстрайке, там минус стол. То за ханта ты дал разрывной выстрел, убил одно существо, а два остальных остались только ранеными. Ты хант без эрли гейма, это вообще забей, это просто сразу лузыч. Дракон-кузнец за 4 маны общая карта 3-4. Боевой клич уменьшает стоимость случайного оружия у вас в руке на 2 маны. Учитывая, что дополнение про оружие, то почему бы и нет. Делать вот эти дорогущие пушки, например, шамана за 8 маны, делать за 6 уже намного приятнее. Или собрал ты паладина на драконах, и вот его пушка за 4 маны выглядит намного реальнее, чем за 6. Поэтому в каких-то классах в принципе может юзаться и подстроить колоду для синергии с оружием, так и с драконами. Спящая драконница. Провокация 4-12 за 9 маны. И это очень похоже на одно из тех существ, которых мы берем только на арене. По типу огромного мастодонта или зловещего ужаса. Но тут нужно понимать, что карта дракон, так что вполне возможно, что какой-то, например, биг-жрец может спокойно им играть. Или тот же биг-друид с владыкой смертокрыла быстро разогнался по мане, поставил смертокрыла, его убили, а мы получили на халяву 2 дракона 4-12, которого не так просто будет убить. Вообще, крутое статовое существо, которое мы можем увидеть даже в ладдере. Визжащий гриб за 3 маны 1-2 в конце хода призывает случайное существо за одну ману. Очень любопытный гриб, и знаете, он даже может заиграть в колоде, где нужен спам стола. По типу шамана с блатластом или агродруида. Но за 3 маны есть охотница на иглошкурах, которая дает сразу существо, которое мы можем забафать. И всегда видим статы. Да, гриб может постоять несколько ходов, но фиг знает, все по ситуации. Сумеречный послушник. За 3 маны 2-4 боевой клич меняется атакой с выбранным существом. Если у вас в руке есть дракон, такой некий Волджин, который вполне может играть за счет комбы со словом Тьмы Бори. За 5 маны поменяли статы любому существу и убили его через ШВП. Или может кода. Довольно гибкая карта, но, конечно, условия в руке дракон делают ее сложнее. Но камон, это жрец, который очень хорошо дружит с драконами. Камникожий Василиск. Еще одна карта с ядом за 3 маны, 1-1 божественный щит и еще зверь. Цена дорогая, но карта может реально наделать делов, потому что бабл не так просто убить. Не думаю, что заиграет в какой-то колоде ханта, но на арене в пиках точно будет. Бронированный жук. За 2 маны 2-3 предсмертный хрип вы получаете 3 брони. Очень похоже на неплохой такой второй дроп на арене. Ну или даже в колоде к темпу войну какому-нибудь. Почему бы и нет. Хорошая карта, хорошая двойка, которых сейчас мало на арене. Кобальт Варвар. За 3 маны 4-4 в начале вашего хода атакует случайного противника. Эффект дурацкий, но статы неплохие. Чисто аренная карта поставил и забыл. Дальше самая крутая карта дополнения. Тьма. За 4 маны 20-20. Призывается в спячке. Боевой клич замешивает 3 свечи в колоду противника. Когда тот возьмет все 3, пробуждается. Это нереально крутая карта. Мне прям дико нравится. Скорее всего она будет в спячке как тот же Широзин. То есть его нельзя будет убрать со стола вообще ничем. Но и засадить не получится, чтобы сразу разбудить тьму. Но карта очень приятная по мане. Во-первых, ты просто ставишь противника в плохую ситуацию. И он будет каждый ход бояться захода той самой свечи. От какой-то друид и вовсе будет бояться играть десятку, например. То есть эта карта неплохо так блочит те колоды, которые перебирают свою руку. Очень интересная карта и в какой-то мере даже имбалансная. Мне нравится. Я по-любому себе скрафт, если не выпадет с бустеров. Можно конечно еще собрать какую-нибудь милразбойницу и самому замешать эти свечи. И потом их достать. Поэтому вариантов просто уйма. За 3 маны 1-1 боевой клич призывает 2-3 гигантскую крысу. Опять охотница на игла шкур их. Но наоборот, та призывает 1-1, а тут 2-3. Чисто аренная карта. Не думая, что прям что-то такое вау, что нужно брать в деку ладера. Псионный зонт. Заклинание на жреца. Вы кладете в руку копию заклинания из колоды противника. Ну такое, почти внутреннее зрение. Но наверное даже лучше. Так как в ладере мы не носим у себя в колоде всякие трэш заклинания. Не знаю, навряд ли она найдет место в колодах. Так как можно намного полезнее карты взять. Но жулик-жрец будет доволен. Целительный ливень. За 3 маны восстанавливает 12 здоровья, случайно распределенного между всеми вашими персонажами. Непонятно, хиляет ли самого героя. Ну наверное да. Нужно понимать, что если существ нету на столе, то вы получаете весь хил себе в лицо. Что здорово, наверное. Не так конечно круто, как раньше волна исцеления, но все равно довольно сильно. Но если лицо не хиляет, то провал. Зелье героизма. Выбранное существо получает божественный щит, и вы берете карту. У паладина проблемы с добором. И такая карта хотя бы чуть-чуть, но будет помогать. Явно крутая для арены, но не знаю, будет ли в ладере. А на этом у нас все. Я специально сделал этот обзор побольше, чтобы следующий был последним. Так что ставим лайк, подписываемся на канал, и ждем последний обзор оставшейся карт. Уже совсем скоро. Всем удачи, всем пока. Наконец-то это закончится.